Меньше месяца остается до одного из главных событий года для белорусов, до номинации официальной денежной единицы. Минус 4.0, новые банкноты, возвращение копеек. Как готовятся банки и торговля? Насколько быстро привыкнут люди? Об этом мы сегодня поговорим в студии программы «Днями». Наш гость – заместитель начальника Главного управления Национального банка Республики Беларусь по Могилевской области Вадим Ковецкий. Здравствуйте, Вадим Олегович. Здравствуйте. Скажите, как идет подготовка к номинации? Что сейчас происходит? В настоящее время банки и субъекты хозяйствования проводят доработку программного обеспечения своих банкоматов, инфокиосков, платежных терминалов, кассовой техники. А организации наверняка бухгалтерии готовятся, чтобы правильно посчитать, меняют программы и так далее. Но все равно люди волнуются, что они увидят на своих карточках 1 июля. Вот получили они зарплату, например, 29 июня. Что 1 июля? С 1 июля все расчеты будут осуществляться в деноминированных денежных знаках. То есть у них будет код валюты 933, чтобы знали. И у них будет уже новый код валюты – это БИН. Если до этого у нас было БИР, то сейчас белорусские рубли. И Н на конце означает «новое». Поэтому, зайдя утром в интернет-банкинг и посмотрев остаток на своем карточете, вы увидите, что там не 2 миллиона, а 200 рублей. Но, тем не менее, это тоже деньги. Абсолютно верно. Новые деньги. А скажите, для чего вообще нужна деноминация? Вот людям, банкам, экономике. Хорошее это дело? Да. На самом деле, деноминация – это положительный процесс, потому что, в первую очередь, она приводит впоследствии к замедлению процессов инфляции и ее темпов. Во вторую очередь, ведет к сокращению расходов по обслуживанию наличного денежного обращения. Ну, чтобы было понятно, например, вводимые в обращение копейки… Но они дольше служат, чем вы мало. Служат, абсолютно верно. Служат дольше. То есть, срок службы 10-15 лет, а срок службы одной банкноты мелкого номинала составляет 1 год. А себестоимость изготовления у них практически одинаковая. Вадим Олегович, сейчас набирает популярность новая программа для телефонов. Называется она «Деноминация». Вот я сейчас вам ее продемонстрирую. Наведите камеру на гроши. Мы наводим камеру на гроши на 5 тысяч рублей. И нам тоже доминируется. Вот они, 50 копеек, как они будут выглядеть. Национальный банк не принимал участие в разработке этой программы. И если да, то зачем? А если нет, то как вы считаете, это полезная вещь или нет? Слышал об этой программе. Ну, вещь удобная. Видите, сразу… Очень интересно, очень удобно. Я думаю, что… Будут пользоваться. Особенно молодое поколение будет пользоваться. Это будет такая игра в магазине. Да. Ну, вы один из тех людей в Могилевской области, которые первым, наверное, увидели, как они выглядят, деньги, подержали их в руках. Вот ваши ощущения от копеек, я думаю, что вы помните времена, когда они были. И на что все-таки похожи новые деньги, на ваш взгляд? На какую-то другую валюту? Ну, не на доллары точно. Ну да. Многие говорят, что на евро. Знаете, мне кажется, все-таки, что это действительно будет наша национальная денежная единица. Поскольку, как известно, общая концепция и общий девиз новых банкнот – это «Моя краина, Беларусь». На лицевой стороне сохранена преемственность и изображены, как и раньше, памятники архитектуры и градостроительства. Каждая банкнота посвящена одной из областей. На обратной стороне – это, опять-таки, все те исторические, культурные признаки, которые отличают нашу страну. Это и поэзия, это и театр, и книгопечатание, и возникновение первых поселений. Поэтому, все-таки, мне кажется, это будет национальная валюта. Могилевская область, по-моему, на копере не самого маленького достоинства. Не самого. 200 рублей. Ну, 200 рублей – это хорошие деньги. Скажите, как представитель Нацбанка, какой совет вы бы дали людям в преддверии номинации, когда она начнется? Вы знаете, многие путают деноминацию с девальвацией, то есть с снижением курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте. На самом деле, это не тождественное понятие. Деноминация не приводит к резкому скачку цен, к инфляции. И опыт России… Ну, доллар будет стоить намного дешевле. Да. Опыт России, он показывает, они сделали эту реформу, и они уже привыкли к этим денежным знакам, которые у них существуют сегодня. Я думаю, мы тоже быстро привыкнем, что наши два деноминированных белорусских рубля будут стоить один доллар. Поэтому мой совет – не переживать, не беспокоиться и быть уверенными за завтрашним днем. Скажите, в Могилевской области уже много новых денег? Или это тайна, которую раскрыть нельзя? В настоящее время банки рассчитывают потребность свою в деньгах, окончательную, которые им нужны будут для начала в июле. Сделают заявку в Национальный банк, и только после этого структурное подразделение Национального банка из своих закромов передадут новые деньги в банки нашего региона. Нам хватит, я так понимаю. Конечно. Я благодарю вас за интро, Вадим Олегович. Субтитры создавал DimaTorzok